Приветствую друзья! Продолжаем мы нашу компанию Тевтунскую против всех стран мира Она у нас по-прежнему 90-й ход По-прежнему у нас битвы Как видите, за один ход битвы уже даже не помещаются в одну серию Так их много Приходится аж на две серии растягивать Но и здесь даже в две серии не поместится Надо сделать третью, но я уже третью не буду Сегодня вот какие серии битвы у нас Поместятся, те я вам покажу Все что не поместится, это уже За кадром я тогда сыграю И тогда у нас Надо что-то выбирать, потому что все не поместится У нас битва с венграми Вот здесь У нас битва с монголами И еще под Новгородом Две битвы с монголами Вот что-то надо выбрать из этого Ну я думаю Прямо по порядку и пойдем Укажите врага Ну вот здесь у нас интересная, я так думаю, битва Малых сил против малых сил Венгерских Не доходят сюда Никакие подкрепления, да Мощи на самом деле подходят И доходят Я боюсь из Владимира доставать войска, потому что Здесь восстание, не восстание Непонятно пока что 50% Сейчас темница построится На самом деле Здесь место Переобучения Надо просто еще войско нанимать Может быть это нам поможет Эти ребятишки Не успевают Все куда-то не успевают Друзья Беда прям Итак Мы видим, что численно нас больше Но баланс показывает Что венгры сильнее Командир Печеный Вот такое вот интересное У него прозвище Имя Печеный Но против него Между прочим Сам Эльберхард Беспощадный Друзья Это такой дядька Который Не щадит Вообще никого Ну и что у них тут Венгерские Прокаченные войска Более-менее Они целые Два отряда Конных застрелов Валахи И Мадьяры Даже три отряда Ооо Три отряда Это много Это много У меня А у меня Всего два отряда Лучников Друзья Два отряда Лучников У меня Конницы В принципе Довольно-таки Приличное количество Другое дело Что и всей этой Коннице Только лишь Прусские Прусские Прусская Конница Сможет догнать В случае чего Эту легкую Венгерскую Это конечно Плохо Ну посмотрим Посмотрим Как оно пойдет Но после этой битвы Уже очевидно Что этот стэк Нужно будет Отправлять В Вильнюс На Переподготовку Потому что Все войска У него Прямо вообще Измочали В Трухон А ведь Я этим стэком Собирался В свое время Идти 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 И еще раз Идти На территорию Венгров Но Не получилось Ну куда деваться Куда деваться Встретили нас Полчища Полчища Врагов Так Ладно Отдается Наверх Ой какой здесь Переступок Неудобный Какой неудобный Переступок Ну в принципе Мы можем 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 Что сделать Мы можем Просто взять И На одной Лишь его стороне Действовать Сюда Это в принципе Неплохо Так Что у нас тут Пихтура Пихтура Что вы Себя Представляете На данный момент Есть у меня Четыре отряда Мясца 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 Такое себе Конечно А Ну у меня Как то я Неправильно Посчитал Три отряда У меня У корей моих И плюс Отряд Еще Кидальщиков Палок Тоже Ребята Хорошие Которые Никому Не дадут Близко Подойти На это у меня Пехота Кончилась Да И у меня Остался Всего лишь Один отряд Но Отряд Серьезный Рыцарей Наемных Они Такие ребята С булавами С дробящим Оружием Мощные Накаченные Прям Вух Поставим их здесь Пускай с фланга Будут обходить Так Конницу Немножко Мы отпихнем Подали Сюда Эти ребята Значит Будут обходить Хотя Наверное Не стоит Так Сделать Наверное Хрен я знаю Пускай рядом Стоят Так Ну а эти Где стоят Там и стоят Все Мы готовы Мы готовы Противник Кстати Тоже готов И он На другой горке Он пошел На нас Что меня Конечно Радует И очевидно Что вот этот Отряд Рыцарей Нужно переводить Сюда Это прямо Очевидно Очевидно Так А противник Что делает Что делает Противник Давайте Ознакомимся Он вообще Идет Или он Тоже решил Постоять Мне бы Не хотелось Солнышко Выглянуло Погода Наладилась Ну же Очевидно Что они Будут Стоять Тогда мы Берем Наших Пурсаков Первые Кто Не стреляли Стоят Это Неудобно Тогда Нам нужно Куда Сюда Отправить Нашу Конницу Идите За ногу Тогда Отставить Тогда Беги Пока Сюда Оба Фланга Они Прикрыли Своими Конными Гадами Лучники Защищены Впереди Копья Мечи Копья Кого Проатаковать Они Они Оттуда Потом Не Убегут Ага Не Выдержали Их Конные Застрелы И пошли Вперед Ну что же Давайте Мы Отведем Нашу Конницу Чтоб Зазря Она Не Погибала Ну и Посмотрим Что Что Они Смогут Противопоставить Ребята Почему Стреляете Огнем Вы Че Вы же Не Ночью Обалдели Что И они Отошли Ну идите Занок Ладно Ладно Коль вы Не хотите По хорошему Давайте По плохому Давайте Тогда Ох Мать Только Ты Вот Здесь Оставайся Так Эти Два Отряда Давайте Тогда Сюда Перейдем Вы Сюда И Эту Конницу Тоже Подгребаем Поближе Ну и Ускорение Тарин 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 Тарярин Тарярин А идти Они Не хотят Да Нет Хотят 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 Так Ребята Разбегаемся Чтобы Вам Много Не накинули Лукарьи Работают Все Пучком Здесь Мадьяры Здесь Валахин У нас Сволочи Кот Ну хорошо Что они Подходят Одни Без Своих Лучников Если у них Там вообще Есть Лучники Не помню По моему Есть Два Попробуем Поймать Их Конец На наших Стрелков Тогда Попросим Сосредоточить Огонь На Валахах Так На эти Годы Конец От нашей Убегают Да Плюс Еще И Обстреливают Ее Она Останавливается Наши Теряются Все Плохо Здесь Как видите Кладбище Домашних Валахов Получилось Прекрасно Так Ну и наши Догнали Мадьяров Там Пошла Карусель Карусель Одним Словом Они их Уничтожают Это Хорошо Я предлагаю Вернуться К нашему Войску Можно Это сделать Пешком Сильно Не напрягаясь Наши Этого Достойны Так Тем временем Я упустил Момент Когда Наши Лучники Решили Поехать За противником Сами Без моей Команды Это Отвратительно Они Не правы Не капли Не капли Не правы Так Ну и там Что-то У противника Вроде как Опять Движняк Какой-то Пошел 2 на 10 Нормально Так Ну мы видим Что противник Что Он идет На нас И не надо Будет Нет Он не идет На нас Они Вновь Послали Своё Конное Говно Вот Их не проблема Пока Они Послали К нам Конное Говно Мы Пошли Своё Конное Говно К ним Вот Такой Гениальный План Лучники Стреляют Ну это У них Последний Целый Отряд Мадьяров 80 Рыл Ну сейчас Их Три Отряда Покажет Почем Лихо Сходить Тевтунским Войскам Но потеряли Они Не так Что Прямо Много Но потеряли К сожалению План мой Не удался Я хотел Севтунской Коннице Прусской Зайти Ихним Сострельщикам В спину Но Не получилось Друзья Не сложилось Наверное Надо Уже Невзирая Ни на что Просто Исти Своим Войскам Вперед Вот они Опять Там Движняк Какой То Непонятно Идут Они Не Идут Нет Не Идут Ну Давайте Все Таки Приблизимся Немного К ним Ближе Так Вот Эти Ребята Тогда Вот Здесь Пожалуйста Побудьте Конница Моя Тоже Давай Продвигаясь Чутка Вперед Конечно Неприятно Вот Такое Продвижение Ну Что Ж Вновь Летит Венгерская Конница На нас Закружили Завертели Но Нет Нет Они Немножко Обосрались Одних Только Одного Только Вида Натянутых Тевтонских Луков Им Хватило Чтобы Они Поняли Насколько Они Неправы И Насколько Им Страшно От Этого Продвигаются Наши Парни Вперед Понят Тоже Надо Выводить Уже На Ударные Позиции Сколько Можно Часать Яйца Ну И Наши Наши Ребята Где Они Там Наши Ребята Обходят Противника С Тела Противника Очень Сильно Нас Тупо Штурмануть Отходят Все Отходят И Отходят Но На То Они И Уроды Так Нужно Пускай Тут Отряд Идет Туда Куда Он Хочет Идти На Тот Фланг Шут С Ним В Сам На Деле Так Эту Коню Сюда Поближе Вот Так День Хождение У Нас По Мухам Ничего С Этим Не С Делаешь Опять У них Конница Вроде Как Полетела Вперед Так Надо Уменьшить Скорость А то Ничего Не Понятно Но Лученьки Встречают И Мадеры Гибнут Мадеры Гибнут И Все Так Они Родили Родили Концерт Заявкам Так Давай Вот Эти Здесь Лови Конницу Давай Наверное Обходить Как Нибудь Сюда Так Весело Будем Обходить Наверное Всего Так С Этого Фланга Что У меня Серьезно Ихни пешие Благородные Рыцари Решили Пойти На мою Конницу Ну Это Конечно Их Неправо Куда Они Хотят Пойти Это Сугубо Их Неправо Мы Этого Конечно Не Увидели Но За Всем Не Следишь Надо Нам Снизить Скорость Нашей Игры На Технике Пеших Благородных Рыцарей Осталось Друзья Шесть Человек Что Тут Говорить Тут Говорить Ничего Не Надо Тут Лишь Пособолезновать Убогим Венгерским Войскам Они Действительно Убоги Если До Сих Пор Еще Не Сдались Нам На Минус Да Вы Там Не Бегайте Отходите Так Здесь Конница Готова Застрельщиков Насилуется И Кто Здесь Еще Ну Вот Этих Гадов Надо Расстрелять Из Луков Они Мне Не Нравятся Сосредоточьте Пожалуйста Все Силы Здесь Так Вы Давайте Вот Этих Убейте Вы Вот Этих Гадов Спасибо Спасибо Вы Очень Щедры Так Вы Пока Что За Этим Побегаете Тут Отряд Отряд Под Луками Надо Все Стрелы Потратить Чтобы Наши Лучники Тоже Качались Получали Лычки Всякие Другие Там Не Зная Плюшки Здесь Все Хорошо Давайте Отойдем Сюда Ну Их Сложно Пробить У них Большие Щиты Но Я Не Думаю Что Они Помогли Мне Просто Интересно Лучники Справятся С одним Отрядом В Трех Заставят Их Бежать Дойдут А Вообще Противник До Наш Пехоты Или Ну Как Видите Очень Медленно Они Умирают Прям В упор Уже В упор Ну Они Дошли Они Дошли Ну Что Ж Коли Дошли Значит Лучники Не Справились Фу Фу Плохие Лучники Ай 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 Так Вот Здесь Я смотрю Наглеете Уроды Ну Ничего Ничего Сейчас Вами Займутся Наши Ребятишки Вот Вот Полетели Они Полетели Тут Все Понятно Бой Ни О чем Наманеврировали Долго Очень Долго Ну Не Хочется Напрасно Тереть Свои Войска Из-за Этого Так Происходит Камера Спасибо Шикарный Вид Шикарный Вид Кустов Просто Просто Шикус Ну Че Вы Убейте Этого Одного Году Че Вы Оставили Так Ну Все Давай Доедай Только Истинный Сын Рейха Мог Одержать Столь Великую Победу Но это При этом При том Что Собственно Численность У нас Была Поровно Друзья Поровно Вот Вот Так Вот Мы с ними Сделали Один Десяти Практически Ну Что Ж Очередная Героическая Победа И Меня Радует Но Я Другого От Нашего Беспощадного Товарищей И Не Ждал Вот Ему Еще Войска Восстановить Свои Героические И Было Вообще Изумительно Я Б Этим Стэком Куда Нибудь Там В сторону Баи Пошел Туров Тоже Брать Надо Но Пока Что Не Могу Не Могу Ну Еще Плюс Монголы Мешают Вон Французы Просто Счастливы Что Мы тут Венграм По Мусалам Даем Укажите Врага Ну Все Коцаная Прям Вот Фламин Да Давайте Вильнюс Уходить Лагерь Будет Здесь Заодно Лучников Он Сейчас Под Наймем Витя Нахрен Лучше Вот Этих Обнови По Кремле Один Отряд Хороший Здесь Точно Есть Можно Что Нибудь Из Гродно Послать Ну Из Гродно Я Б Вообще В Галич Куда Нибудь Послал На Самом Дель Во-первых Катапульту Надо Отдать По Идеи Да Перевести Подальше Вот Этих Товарищей Тоже Послать Всех Их В Галич А из Гродно Еще Вот Этих Товарищей Послать Тоже Вильнюс На Восстановление Хорошо В Гродно Уже Нам Не Нужны Войска У них Уже Нету Границы Общей С Врагом Это Меня Конечно Конечно Друзья Радуют Так Что У нас Там По Время 20 Минут На Маневр Это Кошмар Так Ну Что Монголы Стэк Монголов Атаковал Минск Как Видите Здесь Кштемы Сибиряки С хреновой Кучей Всяких Артиллерийских Приспособ При этом У них Есть Немного Конинца Несколько Отрядов Ихних Лучников Хашига Ну И отряд Хашуче Это Единственный Серьезный Отряд Который Может Нам Доставить Какие Проблемы Х100 Рыл 9 на 9 Ладно Хоть Они Не Качаные Что Меня Радует Но Их Тут Довольно Приличное Количество У меня Есть Вот Такой Полустэк Усиленный Это Все Ребята Которые Накопились В Вильнюсе И Собственно Хотел Объединить С Этим Нашим Дедикатом Тевтонского Ордена Эльберхардом Завоевателем Кстати Стал Завоевателем Ничего себе Вот Но Видите Не судьба Не судьба И войска Потребовались Под Минском Поскольку Гарнизон Ослаблен С прошлой Битвы И Не готов В одну Харю Выступить Против Монгольского Стэка Ну а мы Под руководство Возьмем Собственно Сам гарнизон У нас здесь Реймар Святой Пережил Он чему Слава яйцам Смог Ему уже 60 лет Вряд Из него Вырастет Что-то Крутое Но Тем не менее Вспомни Сколько он Перебил Монголов Поплохие Думаю Кому угодно Но Как-то На нем Это не отразилось Не отразилось Убийство Всех этих Монголов Он как-то И не в командовании Не прокачался Не в жестокость Вообще Ни во что Не прокачался Непонятный Чел Но тут Очевидно И мои Какие-то Были косяки Поскольку он благородный Попробовать Ну и мы что Видим Мы видим Друзья Удивительный момент Мы видим Что монголы Обосрались Тяжелого Кованого Тевтонского Сапога И Отступают От города Но мы Конечно Не отпустим У нас Считается Перед войной Преимущество Да Командир Тимудур Ну очевидно Что он Дур Вот Ну и у него Здесь Четыре Лукаря Два Конах Лукаря Шесть Артиллерийских Установок Типа Баллиста И катапульта Ну и не знаю Каким образом Затесалось Два копейщика Угорской Пехоты Два девять Господи Ты боже мой Ты хошучи Все Ну Как-то будем Сражаться Я бы не сказал Что это все Будет очень легко И просто Не зирая на то Что у нас там Два стека Вот этот стек Который у меня в городе Он вообще ни о чем Здесь блин Милиция ордена И ополощенцы Единственное Нормальное войско Все остальное Еще хуже В общем Как-то Как-то Что-то Будем с ним Сейчас сделать Друзья Ну Карта шикарна Я вам так скажу Карта шикарна Что у нас Коненцева Нету От слова Совсем Есть гена 40 рэл И 14 Тевтонцев Золотых Не шутя Их по-хорошему Тоже нужно Куда-то отдавать На восстановление Куда-нибудь В дерм Да Но Возможности Пока такой нет Ну что же Будем Наша задача Проста Вот как Два пальца Басать Это наша задача Создать такой Кордон Через который Монголы Забодаются Идти Значит Нам нужно Мясо Много Много Мяса Друзья Мяса У нас Три Полных Отряда Мяса Вот эти Товарищи Встанут Перед Холмом Я так думаю Их можно Растянуть По Шипше Отлично Мне нравится Да Сколько у нас Три отряда Лучников Правда Лучники Коцаные Так же как Арбаличики Мои Наемные Ну ладно Ничего страшного Так Значит Растащили вас Да что ты будешь Сделать Да я Я хочу Чтобы вы Встали в центре Можно Спасибо Большое Так Значит Лукари Встают Вверху Им как раз Будет Очень удобно Стрелять Жалко Их Мало Мало Тогда Наверное Надо Лучников Тоже Вбок Арбаличиков Сюда Им удобно Стрелять Будет Еще Выше Тем Лучше Далее Далее Значит Что У меня Имеется Два Отряда Очень Мелких Каждый Отряд Наверное Середину Воткну Вот так Да Вот Шикарно Шикарно Мне нравятся Такие Ребята Которые Немножко Здесь Уплотнят Структуру Наших Отрядов Что У меня Есть Милиция Милиция У нас Станет На фланге Конечно Из них Фланговые Бойцы Как Из Говнопуля Но За Неимением Гербовой Пусть Будет Так Пусть Будет Так Два Отряда Два Отряда Наверное Надо Тоже В Центр Центр У нас Очень Слабенький Я Боюсь Что Он Легко Побежит Вот эти Два Отряда Сюда Ну и Конец Куда Пока Что Здесь Постоите Я готов Друзья К Махачу Вот Они Мы Вот Они Они Ну и Наш Союзник В какой То Жопе Мира Ну я Надеюсь Что Он Скоро Пребудет Противник Конечно Ринулся Сразу В Бой Не Шутя А Это Хорошо Что Он Ринулся В Бой Ну Нет Не Ринулся Я Думал У них Застрелы Сразу Побегут Невзирая Ни На Что Много У них Всякого Говна Стреляющего Так Что Там Наши Союзнички Они Вышли Хотя Нет Давайте Оценим Диспозицию Ну Идут Идут Медленно Не 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 Вышло Еще Ну Вот Теперь Они Уже Все Здесь И Можно Можно Давать Им Какие То Приказы Так Ну Противник Как я Смотрю Внаглую Внаглую Нас Тупо Обстреливает Да И Типа Говорят Нам Это Нравится Мы Так И Будем По Все Видимости Они Как-то Реагируют На Подкрепления На Наши Начинают Менять Свою Диспозицию Давайте Ускоряться По Нам Попали Вроде Нет Это Меня Радует Конечно Мне Б Свои Хорошие Позиции На Холме Не Хотелось Б Менять Ну Да Они Как Видите Строятся Против Моих Помощничка Жестокие Гады Просто Так Отправить Против Кого Жалко Жалко Кого Просто Посылать На Убой Аккуратные Стали Враги Просто Так Умирать Не Спешат Ух ты Хера Ты Как будто Ядерная Боеголовка Взорвалась Сданул Ты Ну Потери У нас Наверное Уже Есть Да Да Нет Уроди Вот Вы Косые Так Ну И что Делать То Дальше Будем Наши Там Уже Постепенно Подходит Второй Стэк Послать Их На Убой Продвигаться Вместе Что Что Выбрать Как Быть Что Делать Вопросы Вопросы И еще Раз Вопросы И нет Каких Либо Ответов Ну Мне нравится Что Они Так Слабо Пользуются Своей Артиллерии Это Меня Устраивает Ну Что Же Придется Нам Самим Тогда Продвигаться Друзья Поскольку Очевидно Что Противник Решил Нихрена Не Делать Союзники Наши Будут Я Думаю Работать Более Активно Чем Мы А Здесь Надо Выводить Свою Конную Лаву Ну И пошел Замес Замес Пошел У наших Союзников В принципе Достаточно Много Должно Быть Ух Хреновое Попадание Вот за Союзников Они Артиллерией Взялись Прямо Мощно Мощно Ну что Тогда В атаку Ребята Идите Там у них Всякого Говна Навалом Мы Тоже Будем Подходить Ну Вот Ну И Конец Тоже Перебрасываем Нам Главное Не Нарваться На Эти Хошучи Потому Что У нас В два Раза Меньше Хоть Наши Рыцари Рыцари Но Да Все таки Мы Нарвались На Эти Хошучи Нам Нужна Явно Здесь Поддержка Вот эти Два Отряда Идут Пошел Замес Друзья Тевтоны Встречают Хошучи Пошел Замес На Помощь Два Отряда Пехоты Бежит Ооо Сразу же Сняли Командира Это Поможет Нам В моральке Ну и Собственно Тем Временем Тут Все Уже Побежали Как Не знаю Кто Сказать Что Было Сражение Я Наверное Даже Не могу Что Было Сражение Кого С кем Было Сражение Посылаем Вперед Всю Нашу Нашу Армаду Что У нас Там Наша Ага Ну Как Видим Как Видим Друзья Подобосрались Подобосрались Эти Несчастные Монголы Это Вполне Очевидно Что Они Обосрались Это Монголы Но Они Уже Уже Почистили Штанишки Сменили Подгузники Устремились Вновь В атаку С одной Сторон Это Конечно Круто С другой Стороны Далеко Они Не Ушли Наших Зацепили И Пихтура Пошла Их Бить Единственное Буязнь Немножко Что Можем Гену Потерять Считаю Чуть ли Не За Просто Так Ну Нет Хошучи Вновь Побежали Уже Во второй Раз Их Осталось Буквально Двадцать Рыл И Ничего Они Уже Не Сделают Никому Ну И Противник В основном Уже Давным Давно Побежал У них Единственное С этого Фланга Здесь Еще Хошуги Хошучи Хошуги Пфу Язык Сломаешь От этого Говна Еще Вроде Как Что Делает Бегает На Это Такое Себе Так Ну Этих Мы Не Догоним Давай Хоть Кэштемов Каких Нибудь Нарубим Что Ли Ну Совсем Как То Не Интересно Тимудур Слился Тимудур Столько Столько Всего Страшного В Было В итоге В итоге Ничего Они Не Показали Вот Это Говно Наступ Понимаешь Ли Убивает Еще Так На этих Не догоним Вот Этих Догоняй А ты Че Здесь Делаешь Кэштемов Лукцуешь Бей Кэштемов Бей Гадов Так Союзнички Могли бы Вы Вот С этими Расправиться А вот За этим Бегите Мало У меня Конницы Поэтому Как-то Все Здесь Медленно Продвигаться Я так Скажу Так Гена А Гена Ну Лови Вот Этих Несчастных Кэштемов Пять Рыл Так А у вас Кончилось Да У вас Все Кончилось Вкусное Этих Вы Не Догоните А че Не догоните Они еще И не Убегают Лови Ген Лови Этих Гадов Давай Забирай Они Сами Налетели На Прибалтийских Мечников Они Кстати Нашим Очень Серьезно Помешали Ну Да ладно С тыла Тоже Проатаковали Ну И Наверное Надо Заканчивать Там Монголы Все Хрен бы С ними Перебили Моих Там Снова Я Собираюсь Отпустить Будем Болгаруство Качать В школе Пошла Такая Маза Куда Зеваться Ах Монголы 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 Замонголили Вы Меня Да Отпустить Ну Ка Что Тебе Там Два Благородства Круто Ты Крут Садись В Город Так Ну И Здесь Что Что Здесь Здесь Явно Надо Брать Вот Этих Товарищей Вот Этих Этих Еще Вот Этих И Посылать Их Куда Нибудь В Вильнюс Переобучаться Тем Временем Надо Значит Здесь Пополнение Подыскать В Количестве Семи Отрядов Да Заберу Себе Лукарейки Дальщиков Три Отряда Копейщиков И Вот Этих Русских Мечников А Вот Эти Пять Отрядов Наверное Пойдут Куда Нибудь Ку Владимир Потом Разберусь Куда Идти Так С этим Все Можно Сохранить Результат Что У нас Там По Времени Серии 38 Минут Пора Закончить Потому Что Часовые Полотна Делать Как То Мне Друзья Не Нравится Выход До Конца Не Досматриваются Лучше Делать Где То 40 45 Минут Оптимальное Количество На Серию Поэтому Друзья Вы Не Увидите Шикарной Битвы Нашего Андреса Фон Шпеера Который Будет В очередной Раз Скачать Свою Жестокость Вот Здесь Такой Жестек Монгольский Опять Эти Кыштым Опять Эти Сибиряки Единственное У них Тут Конец Поболее Но Это Их Не Спасет У нас Здесь Лучников Побольше Кидальщики Палок Есть Опять Таки Вот Ну Еще Плюс Я Не Зна Я Не Уверен Но Вполне Возможно Что Я Еще Одну Битву Проведу Тоже Без Вас Разобью Вот Этот Стэк Хотя Я Еще Не Уверен Тут Есть Тархагуты Есть Пешие Тархагуты Но Они Без Гены Гену Я Ликвидировал У них Кстати Мож Еще Кто Ликвидирует Ух Ух Друзья Давайте Убивать Кого Будем Вот Этого Жестокого Гада Убьем На Че Он Жестокий Его Не Жалко Хагадай Из Манхудов Умри С Ух Отлично Наш Убийца Справляется В очередной Раз Убивает Монгольского Военачальника На Целый Отряд Меньше У них Теперь Стало Так Единственное Сейчас Я вот здесь Вот Так Вот Сделаем Вот Отлично А вот Эти Две Битвы Друзья Без Вас Потому Что В серию Они Не Влазят Не Влазят Ну Здесь Я Не знаю Еще Я Не Решился Еще Не Решил Но С другой Сторон У меня Здесь Генерал Еще Один Появился Молодой Надо Его Тоже Как То Прокачивать Начинать Да И Надо Отвести Угрозу Ликвидировать Вот Эту И Уже Как То Отправить Наверное Тоже На Переобучение У меня Здесь Есть Отряды Которые Совсем Маленькие Либо Они Съединятся После Битвы Либо Отправлю На Переобучение Ну и Монголы Друзья Многие Мне пишут Мол Не убивай Новгород Они там Что-то Как-то Против Монголов Да Никак Вот им Попался На пути К нам Новгородский Стэк Они Их Убили Монголы А то Что у них Тут По бокам Есть Новгород С которым Они Воюют Вообще Ноль Эмоций Друзья Мы 30 Ходиков Наверное Примерно Столько Уже Наблюдаем За Смоленском К Смоленску Не пришел Еще Ни Один Монгольский Отряд Ни Один Это при том Что у них Следующий город Здесь Монгольский И Чернигов Монгольский То есть У них Есть Поход С двух сторон Ни Один Отряд Друзья То есть Надежда На то Что Придут Монголы Разобьют Это Новгородские Отряды Фу У меня Надежды Такой Нет Если Хотим Уничтожить Новгород Нам Нужно Это Брать Свои Руки И Уничтожать Для Это У меня Уже Со Скандинавии Плывет Два Стэка Ну Как Плывет Один Плюс Второй Мы Наберем Третий Там Еще Странхейм Занимается На следующий ход В следующей серии Мы его Будем Клупать Я Наверное Покажу Вам Как Мы Будем Клупать Потому Здесь Худ Карл Ребятишки Стабараем Все Это Интересно Сразимся С ними За Славный Город И Разграбим Его На Запись А так У меня Вот Он Уже Плывет Этот Стэк Он Уже Есть Командующего Я Забрал Дикхарда Гринвальда Здесь Он В лагере Обучался Плюс У меня Еще Корабли Вот С Таким Полустэком Уже Собрался Я Взял Войска Из Лунда Он В принципе Как Был Гарнизоном Чтобы Немцы Сходу Не Захватили Но Так Подобо У меня Есть Осло Скара Здесь Ребятишки Нанимаются Восстанавливаются Кстати Оба города Ничего не Производят Шикарно Давайте Что-нибудь Будете Делать Ребята Вот Эти Хорошие Ребятишки Мне Понравились 6-12 У них Плюс 50 Пробивания Брони Боевый Дух Выносливость В общем Такие Нормальные Нормальные Конечно Может Они В чем-то Похуже Наших Бургских Мечников На защите Похоже Тоже Неплохо В общем Берем Берем Так И это Еще В Скаре Тоже Нам Кого Нанять Здесь Много Народу Надо Переобучить Тоже Барн Возьмем Викингов Разбойников И Надо Будет Кого-нибудь Все-таки В лун Послать Так Ну ладно Я не за этим Сюда Прибыл Надо Здесь Забрать Тоже Ребят Вот Эти Хребетюшек Заберем Эти Хребетюшки И вот Эти Хребетюшки Все Хребетюшки Заберем На кораблик И плывите Он В Нарчеппинг В Нарчеппинг В Вупселе Вупселе Друзья У меня Создалась Катапульт А Сделал Катапульты Для Осады Транхема Господи Друзья Жизнь Это Не Так Вот Четыре Отряда Еще Наймем Или Нет Или Нет И Кок Переобучить Охота И Рыцарем Что Нибудь Добавить Охота Тогда Давай Вот Так Сделаем Так Будет Правильней В общем У меня Здесь Уже Два Стэка И Третий Стэк У меня Из Транхема Поплывет Но Он Еще Не Скоро До Новгородщины Доберется Но Тем Не Менее Я Уже Начинаю Собирать Кулак Единственная Проблема В Полоске Опять Так Эти Мятежники Походу Новгород Нам Засунул Сюда Лазутчика Я В Полоски Уже Заказал Двух Агентов Один Сидит Второй Делается Но Никак Они Не Находят Здесь Все Очень Плохо Строится Совет Он 10% Даст Нам Конечно Закон Но Я Не Знаю Хватит Нам Этого Не Хватит 70% Ересь Друзья Ересь Очень Много 22% Это При Том Что Еретик Нет Еретика Я Сколько Не Смотрел Нет Никаких Еретиков Еретик В соседней Области Стоит В Смоленске Между Крочем Может Сюда Священника Нам Кинуть 72 Да Надо Священника Кинуть Чтобы Они Здесь Немножко Побольше Накачали Наши Религии Ну И еще Надо Конечно Выйти Будет Из Полоска Нашей Армии И Разбить Вот Этого Мятежного Генерала Родимира Калужского Какие-то Разбойники Пришли К нам И Пытаются Диктовать Свои Правила Вообще Страх Потеряли Сволочь Ну Вот Ну Еще У меня Два Генерала Вроде Как Они Да Обучились В Лагерях Тавернах 10% Количество Вылеченных Раненых После Боя Ну Это Хороший Слушатель Хороший А Этот У нас Получает В Военном Лагере Плюс Два К боевому Опыту Ну Вот Один Из Них У нас Друзья Пойдет Значит В Ботну Чтобы Хоть Как-то Ее Сюда В Ботну Простимулировать На Рост населения Я Я Знаю Кто Именно Но Кто А Второй Возглавит Стэк Который Мы Собрали Собираем Постепенно И Тоже Присоединиться К военным Действиям Поднов В общем В Новгороде У нас Такой Серьезный Кулак Будет Формироваться Из Которого Наши Ребята Ударят По Ладоге По Смоленску По Чернигову И Пойдут Дальше На Киев Да Да Я Решил Что Пора Киев Отжать Это Большой Город Приносит Много Денег И Нихрен Его Отдавать Монголам Как то Так Друзья Ну Такая Серия Дальше Затягивать Не имеет Смысла Встретимся На Следующем 91 Ходу Наверное Скорее Всего Ставьте Лайкосы Пишите Комментосы Ну И Конечно Подписывайтесь На Канал Всего Хорошего Пока Пока Продолжение следует